Всем привет! В этом видео поговорим об основах ТИК-сварки. Начнем с самого простого материала в плане освоения, это черная сталь. Вообще всем советую начинать знакомство с аргон-дуговой сваркой именно с черной стали, так как, как уже говорил, это самый простой материал в плане освоения, и в дальнейшем он будет гораздо проще. Для начала разберемся с тем, что нужно для ТИК-сварки. Основной это, конечно, сварочный аппарат. В современных условиях я бы советовал обратить внимание сразу на аппараты с цифровым управлением, так как они, во-первых, предлагают гораздо больше возможностей, и, во-вторых, гораздо проще в настройке. И еще один момент, хотя речь идет о черной стали в этом видео, но если вы еще не купили аппарат, то обратите внимание на аппараты с переменным током, так как рано или поздно вам все равно захочется поработать с алюминием, а на аппарате с постоянным током это невозможно. Помимо сварочного аппарата вам потребуется редуктор газовый под аргон. В принципе, бюджетные модели недорогие, стоят от 700 рублей до 1500. Газовый шланг, скорее всего, будет идти в комплекте с аппаратом. По газовому шлангу есть один момент, если хотите избежать так называемых пшиков, то есть излишнего давления газа при старте сварки, лучше использовать короткий шланг, то есть длиной не более метра-полутора. Кабель массы с зажимом и горелка. Тоже, скорее всего, будут идти в комплекте с аппаратом. Если будете покупать горелку отдельно, то лучше берите с хорошим гибким шланговым пакетом, то есть рукавом. Чем горелка легче и гибче шланговый пакет, тем проще будет с ней работать. Расходка горелки бывает двух вариантов, то есть стандартный цангодержатель, цанга и обычные сопла. И так называемая газовая линза. Собственно, сама газовая линза идет, цанга, переходничок и сопла. Ну, сопла в них побольше, поширше. Рекомендую сразу приобрести в комплекте газовые линзы. Во-первых, газовая линза дает лучше защиту, во-вторых, позволяет экономить газ при сварке. То есть расход газа будет немножко ниже, чем при использовании обычной расходки. Диаметр сопла подбирается, исходя из сварочного тока. То есть можете в интернете табличку найти, но если их неохота заморачиваться, можете просто номер 7 взять. В принципе, они универсальны и подходят для большинства ситуаций. Также вам понадобится сварочный электрод. Бывает как специализированный для сварки на постоянном токе. Это WT20 с торием и WT20 с Итрием. WT20 содержит радиоактивный торий, поэтому не рекомендую их использовать. То есть особых преимуществ у него перед другими электродами не дадут. Но при этом есть шанс надышаться радиоактивной пылью. И, соответственно, есть универсальные электроды. Это WL20 с лантаном и WT20 с церием. Тоже себя очень хорошо показывают. Причем как и на постоянном токе, так и на переменном. Сам в основном использую WL20 синенькие. Они, как правило, самые дешевые. И при этом себя очень хорошо показывают при сварке. Как на постоянном токе, так и на переменном. Диаметр электрода подбирается в соответствии со сварочным током. Но, чтобы не заморачиваться особо, можно просто взять один диаметр 2,4 мм. Хорошо работает и на малых токах, и на токах до 200 А. Что, в принципе, для бытового применения, по-моему, более чем достаточно. Ну и плюс, покупая один диаметр, вы экономите и на электродах, и на расходке к ним. По заточке электрода. Угол заточки электрода должен составлять от 35 до 45 градусов. В принципе, диапазон можно расширить, но для начала лучше ограничиться этими значениями. Чем выше ток, тем тупее угол электрода, тем меньше ток, соответственно, тем острее электрод. И еще один момент. Заточка электрода должна производиться вдоль, а не поперек. Ну и последнее. Это присадочный материал. При сварке черной стали используются сварочные прутки, медненные. Самая распространенная марка – это ER70S6. Бывает разных диаметров. Диапазон применения очень широкий. Поэтому рекомендую взять диаметров 1,6, 2, 2,4, 3,2. Граммов по 200, по 300. В процессе уже поймете, какими вам удобнее пользоваться. Переходим к настройке аппарата. Показываю на примере Авроры системы 200 ACDC. Ну, в принципе, у всех аппаратов с цифровым управлением настройка будет плюс-минус такая же. У аппаратов с цифровым управлением настройка происходит по циклограмме. У аналоговых, то есть, то бишь, с крутилками, в принципе, смысл тот же самый. Первый параметр – это продувка на данном аппарате. Может называться предгаз, то есть заполнение газового тракта перед сваркой. Для 4-метровой горелки хватает 1 секунды. Если у вас 8-метровая горелка, поставьте 2 секунды. Следующий параметр – ток инициации. На большинстве аппаратов он отсутствует, но если у вас Аврора, к примеру, если вы работаете на токах от 70 Ампер и выше, ставьте ток инициации 50-60 Ампер. Этого будет вполне достаточно. Следующие два параметра между собой взаимосвязаны – это ток старта и подъем. То есть, подъем от тока старта до рабочего тока или основного тока. Стартовый ток может быть как ниже, чем основной рабочий, так и выше. То есть, или холодный, или горячий старт. Холодный старт используется для того, чтобы сберечь электрод, то есть, чтобы он при старте не так сильно портился. Горячий старт, в принципе, при сварке черной стали практически не используется. Если вы хотите использовать, поставьте там 20-30 Ампер стартовый ток и время подъема до основного – 1-2 секунды. Этого вполне достаточно. Затем настраивается основной ток или рабочий ток. То есть, это ток, на котором непосредственно происходит сварка. Подбирается этот ток в расчете где-то 30-40 Ампер на миллиметр свариваемого материала. На стыковых швах поменьше, на угловых и тавровых побольше можно ставить. Затем идет спад. То есть, время спада тока от рабочего до тока финиша. Функция может по-другому еще называться током заварки кратера. Служит эта функция для того, чтобы избежать кратеров во время завершения сварочного процесса. Выставляется 2-3 секунды. Тут как вам удобнее. Ток финиша тоже ставится как вам удобнее. Не знаете, что поставить? Поставьте 0. Ну, или там минимальный, в данном случае, 5 Ампер. Последний пункт – это продувка после сварки. Или постгаз по-другому называется еще. Служит для того, чтобы электрод оставал не на открытом воздухе, а в среде защитного газа. Так он у вас дольше проживет. Время подбирается так, чтобы электрод после сварки оставался серебристым и блестящим. На средних токах это примерно 7-8 секунд. Также эта функция может использоваться для защиты сварочного шва при сварке нержавейки. Тогда там время постгаза ставится побольше. Настройки показал усредненные. То есть вы можете их под себя настраивать, как вам удобнее. Не бойтесь экспериментировать. Расход газа выставляется в соответствии со сварочным током. На токе до 200 Ампер. При использовании обычной расходки – это от 8 до 10 литров. При использовании газовой линзы – от 5 до 7 литров. Сильно завышать расход не следует, так как это будет отрицательно влиять на сварочный процесс. Будет просто выдувать сварочную ванну. С настройками разобрались. Переходим к подготовке деталей для сварки. Аргон-дуговая сварка очень любит чистоту. Поэтому детали нужно подготавливать очень хорошо. Защищать до металлического блеска. Не должно быть ни ржавчины, ни никаких включений. Если вы попробуете сварить неподготовленные детали, то материал будет кипеть во время сварки. И на выходе вы получите очень много пор. Поехали дальше. Вылет электрода. При использовании обычного сопла вылет электрода должен составлять 3-5 мм при стыковом шве и до 8 мм при тавровом. При использовании газовой линзы вылет можно спокойно увеличить до 10-15 мм. Что в принципе очень удобно, особенно поначалу. Так как при сварке у вас будет лучший обзор сварочной ванны. Как уже говорил, вещь газовой линзы очень хорошая. Так что приобретите обязательно. Наилучший провар достигается, когда горелка находится перпендикулярно к свариваемому материалу. Но по факту так сваривать очень сложно, потому что вы ничего не увидите. Допускается угол наклона до 30 градусов. Соответственно, чем меньше, тем лучше. Угол между горелкой и сварочным прутком должен составлять примерно 90 градусов. Расстояние от кончика электрода до свариваемой детали чем меньше, тем лучше. Но допустимо до 5 мм. Главное смотрите, чтобы во время сварочного процесса электрод не касался сварочной ванны. Сам сварочный процесс происходит вот так. Нажимаете на кнопочку на горелке, дожидаетесь появления сварочной ванны и начинаете подавать пруток и постепенно продвигаться вперед. Пруток надо подавать достаточно резко, но моторик у вас выработается во время практики. В принципе никаких проблем, думаю, у вас не будет. Сварочный процесс выглядит вот так. То есть, как уже говорил, потихоньку продвигаетесь вперед, подаете пруток. В результате у вас должен получиться шов с равномерной чешуей. Чтобы добиться хорошего результата, нужно, во-первых, правильно подобрать силу тока и скорость сварки. И, во-вторых, хорошо выработать моторику. Моторика со временем пройдет. Тут главное не спешите. Начинайте обязательно с укладки валиков. И только после того, как у вас валики будут более-менее хорошо получаться, переходите к стыковым швам, к угловым, ну и к тавровым. В принципе, в текст-варке черной стали нет абсолютно ничего сложного. Со всем можно разобраться. Главное, побольше времени уделяйте практике и не спешите. Если вам это видео оказалось полезным, ставьте палец вверх. Если я еще не подписан на мой канал, подпишитесь. Будет еще много чего интересного и полезного. Спасибо за просмотр.